Приветствую, друзья! Власти Молдовы продолжают переговоры по газу с Россией, в то же время обращаясь по теме газоснабжения то к Румынии, то к Украине, то к Польше. В течение оставшихся дней октября в Кишиневе намерены заключить контракт либо с Газпромом, либо с иным поставщиком. На каком основании строится такая уверенность, власти Молдовы не сообщают. И потом, ниже цены даже в 800 долларов за 1000 кубометров, предложенной Газпроном, предложить может только сам Газпром. Все. При этом глава молдавского кабмина Наталья Гаврилица рассчитывает на плодотворные результаты предстоящих переговоров глав Министерств иностранных дел России и Молдовы, запланированных на 4 ноября, а в перспективе не исключает встречи и на более высоком уровне. То есть, читая между строк, мы видим, как Газпром, читая Россия, организовала политический ликбез властям Молдовы на тему, как правильно проводить международные переговоры и как правильно давать оценку и расставлять приоритеты. И видите, друзья мои, результат налицо. Сначала Майя Санду неоднократно заявляла, что не она и никто из правительства Республики Молдова в переговорах по газу участвовать не будет. Дескать, для этого вполне хватит и руководителей Молдова-газа. Газпром, кстати, уже четко показал, что все эти заявления являются ничем иным, как фантазиями о розовых пони очаровательной президентши. Но не отвлекаемся. Затем Молдова подключила к переговорному процессу министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну. Но и это не помогло. Переговоры буксуют. Теперь вот премьер-министр Республики заявляет, что переговоры вышли на уровень Министерств иностранных дел сторон. И, в принципе, Молдова готова к выходу переговорного процесса на уровень еще выше. Интересно то, что таким образом переговоры могут выйти и на уровень президентов двух стран. Но им для начала нужно познакомиться. Вот смотрите. До этого момента Майя Санду всячески уклонялась не то, что от прямой встречи с Владимиром Путиным, но и от мероприятий с его участием. Как, например, в формате Евразийского экономического союза, где Республика Молдова является наблюдателем. Или Совета глав государств СНГ, где вместо нее держала речь премьер-министр Республики Наталья Гаврилица. Одновременно с этим Майя Санду проводила встречи с Владимиром Зеленским, а также принимала участие в так называемой «Крымской платформе», которая сама по себе ничего не значит в нынешних реалиях, но положительные очки в глазах России и Молдове точно не добавит. Не исключено, что по этой причине шансы на успех в переговорах с Россией по продлению газового контракта в самом Тишиневе открыто оценивать не берутся. Но теперь деваться некуда. Отопительный сезон начался. Расход газа увеличился кратно, а его цена заоблачная. Поэтому никуда не денешься. Нужно ехать, знакомиться, если нужно, и договариваться. Игорь Дадон ездил в свое время, и Молдова всегда была с газом по адекватным ценам. Причем он договаривался в Москве не только о газовых делах. При нем действовал беспошлиный ввоз на некоторые виды товаров в нашу страну, например. И молдавские производители получали хороший навар от торговли с нами, перечисляя больше денег в казну Молдовы в виде налогов. Но при Санду все сошло на нет. Между тем, власти республики уже предупредили население о вероятном скором росте тарифов. А несколькими днями ранее на сайте республиканского газового оператора Акционерное общество Молдова ГАЗ опубликовали отдельное обращение к населению, в котором просят граждан проявить сознательность и экономить газ при отоплении и готовке пищи. Как там на Молдавском будет украинское прикрути? Не подскажете? Так вижу, друзья.